Не отказалась от помощи подельников королева одной из нежпреступного бизнеса в Слюдянском районе. Это 50-летняя женщина, которая сидит в кресле, будто на троне, возглавляла группу наркодилеров. Она привлекла четверых своих знакомых к организации наркотрафика из Иркутска в Байкальск. Когда женщину задержали, у нее нашли 45 свертков с героином, потом еще 100. И сегодня Банди озвучили приговор. Лидер получила 15 лет лишения свободы. Ее подельники, в зависимости от роли, проведут за решеткой от 4 до 12 лет. Получили заслуженный срок и фигуранты громкого уголовного дела по организации горного бизнеса. Они открыли в Иркутске 7 заведений с автоматами, столами для игр, в покер, рулетками, картами, фишками. И 4 года зарабатывали на этом деньги. Сегодня в этом деле поставлена точка. Подробности у Анастасии Смирновой. Пришли, откуда и не ждали. Вот так правоохранители пробираются прямо сквозь пробитую стену в незаконное азартное заведение в Иркутске. Его организаторы 4 года вели игорный бизнес. Работали с размахом. Казино и автоматы размещались сразу в 7 помещениях. Громкое задержание произошло еще в 2016 году. И все эти годы велось расследование, ведь дело было далеко не простым. Организаторами азартных игр предпринимались исчерпывающие меры для сокрытия следов преступления. Как материального, так интеллектуального характера. Активно использовались средства конспирации. Персонал игорных заведений постоянно обучался мерам безопасности и противодействия правоохранительным органам. Злоумышленникам удавалось не только оставаться долгое время незамеченными, но и скрытно наблюдать за зданиями правоохранительных органов. Целью был контроль действий, которые могли пресечь их незаконный бизнес. Им, кстати, занимались сразу 22 человека. Это также усложняло работу следствия. Сейчас большинству фигурантов уже вынесены обвинительные приговоры. Сегодня стало известно, что организатор и руководитель нелегального бизнеса проведут 13,5 и 13 лет в колонии строгого и общего режима соответственно. И подобные преступления для региона не редкость. За 2021 и первое полугодие текущего года сотрудниками полиции Иркутской области возбуждено 8 уголовных дел, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр. Из них 2 в отношении организованных преступных групп. Кроме того, полицейскими изъято около 100 игровых автоматов и еще почти 100 компьютеров, 4 профессиональных стола для игры в покер и 1 игральный стол с рулеткой. Что касается этого уголовного дела, то за 4 года злоумышленники успели заработать почти 200 миллионов рублей. Подельникам организаторов игурного бизнеса сегодня также озвучили приговор. Четверо фигурантов получили от 6 до 7,5 условно. Кроме того, 11 человек уже отбывают свое наказание. В отношении трех других фигурантов прекратили уголовные дела. Еще один не дождался приговора и скончался во время расследования. Анастасия Смирнова, Новости по будням.